Небезызвестный Эдвард Радзинский в одном из своих выступлений рассказал историю. Как Сталин ночью позвонил в обсерваторию, директору обсерватории, узнать название одной из звезд. Ну, естественно, не название одной из звезд, а там у каждой звезды в разных народах параллельные названия. И вот Радзинский с увлечением описывает реакцию астрономов. Один астроном, узнав, что сам Сталин интересуется его профессией, умер от разрыва сердца. Другой выбросился из окна. Третий, значит, что тут, действительно, встал, блин, я забыл. Повесился. Да, повесился, по-моему, пока дверь не открыл. Ну, Радзинский, естественно, решил, что все это свидетельство зверцу Сталина. Так он запугал астрономов. А мог бы ведь задаться другим вопросом. А чего это Сталин посреди ночи интересуется звездами? Мало кто знает, что Сталин ушел из семинария ради того, чтобы пойти работать в обсерваторию, в которой он работал год и три месяца. Это есть собрание сочинений Сталина. И потом Сталин вообще создал удивительную атмосферу вокруг обсерватории в стране. Ну, для начала они строились повсюду. И даже во время войны, как это неудивительно. 44-й год. В Киеве разрушенный город строят обсерваторию. 44-й год. Только-только освободили Крым. Начинаются изыскания, и вскоре начинается строительство Крымской обсерватории. Ныне действующей. Значит, в 46-м году уже начинается строительство, то есть изыскания начались раньше. Тяньшаньская обсерватория. Наверное, есть еще. Просто мне неизвестен весь список. Очень интересно, что во время войны, когда были большие затруднения со средствами, и не хватало валюты на покупку танков, самолетов и прочих военных материалов, валюты в стране хватало на то, чтобы во всех обсерваториях, которые действовали в нашей стране, научные журналы по астрономии были полностью представлены. То есть, вот, валюты на это... Получается, журналы и астрономия ставились выше танков, пулеметов, там, новейших или не новейших. Ну, можно много рассказывать о странных взаимоотношениях Сталина с небом. Главное дело то, что Сталин жил вместе с этим небом. И вообще, это все к вопросу о истоках могущества Сталина. Если понимать, что самые ценные вещи обычно на самом виду и их в упор не видят, то легко догадаться, что система созвездий и звезд это текст читаемый, легко читаемый текст, который ведет к познанию, ну, так скажем, невероятного познания мира. То есть, то, что делает непобедимым человека, ну, масштабы Сталина. Ну, ну, Продолжение следует...